Когда миссис Корстон встречает во сне покойного сэра Корстона, она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит, черт с ними, прокрывает ладонью старушечьи веки черствые и тихонечко плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над ее рассказами, он любил ее. Все его слова обладали для миссис Корстон волшебную силу. И теперь она думает, что приходит проведать милую его тучная, обаятельная душа. Он умел принимать ее всю как есть, вот такую разную, иногда усталую, бесполезную, иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, нежелезную. Если ты смеешься, он говорил, я праздную, если ты горюешь, я соболезную. Они ездили в Хэмпшир, любили виски и птишабли, а потом его нарядили и погребли. Миссис Корстон знает, что муж в раю и не беспокоится, там его и встретит, как станет сама покойницей. Только что-то гнетет ее, между ребер колется, стоит вспомнить про этот рай. Иногда сэр Корстон видится есть сигары и Джонни Уокером, очень пьяным, усталым, злым, завоскресным покером. Задолжал, вероятно, мелким небесным брокером. Говори даже, не играй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова